Хорошая пара. Они так подходят друг к другу. Контрастная пара такая. Да, это как черная с белым. Ой, очень нравится. В детстве обожала ее. Ну и Тарзан тоже. Я понимаю, почему Королева в него влюбилась, честно. Можливо, они счастливые, если они держатся так долго разом. Позитивные ребята, творческие личности. Союз у них удачный, они гармоничны, смотрятся прекрасно. Я желаю им счастья. Вот для меня это звезды. В их любовь долго не верили. Считали пиар-ходом. Не раз прочили развод. Уже очень они казались разными. И вот уже 10 лет вместе сын растет. И вообще считаются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса. Итак, Тарзан и Русалка. Наивный взгляд, бант и пышная платьица. Вся страна полюбила этот образ Наташи Королевой. Было в ней, в ее голосе и в текстах песен нечто пронзительное. Острота первой влюбленности. Горечь первого разочарования. И желтые тюльпаны, вестники разлуки. И знаменитая маленькая страна. Сегодня Наташа Королева поет уже о другом. О том, что диктует новый жизненный опыт. Ее супруг Сергей Глушко тоже рано стал знаменитостью. Правда, местного масштаба. В 17 лет на песенном конкурсе в родном городе Мирный он получил приз зрительских симпатий. Но путь в большой шоу-бизнес для него был извилист и тернист. Инженер-электрик по обеспечению космических комплексов. Он стал самым известным стриптизером в стране. И сломал все стереотипы этой профессии. Ну что, здравствуйте. Самая сексуальная пара российского шоу-бизнеса. Какое крутое звание. Во всяком случае, вас так называют. Ну, мы не слушаем просто, что про нас говорят. Ну, уж совсем ты, Сережа, не слушаешь, что говорят. Это не самое плохое, я тебе хочу сказать. Я тебе хочу сказать, могли бы намного хуже назвать. Я впечатлительный юноша, поэтому я пытаюсь не слушать. Ты по-прежнему впечатлительный? Ну что, пока да. Как вы появились в Москве? По очереди будем. Сереж, почему вдруг однажды ты сам сказал себе «в Москву, в Москву»? Сказал себе сначала не в Москву, сначала хотел в Питер. А почему в Питер? Потому что я там учился пять лет на лейтенанта военно-космических войск. А могла бы ли ты полюбить лейтенанта? Военного. Военного здоровенного. В форме красивой. Он в форме красивой был. А ты видела его форму? Да, конечно. Летная форма. Нет, форма уже не сохранилась. Я не видела его в реальности, но фотографии я видела. Но он впечатлял. Летная форма. Да, он впечатлял. Молодой тогда еще. Еще и молодой даже. Непонятно чего. Единственное с короткой стрижкой. Мне было тоже нормально. Было нормально так, очень даже хорошо. Я вдруг подумала сегодня. Каждая женщина как бы складывает в душе, в голове какой-то стереотип мужчины. Но выходим мы замуж совершенно за других. Не за тех, о которых мы как бы грезим и мечтаем. Но что-то вот у тебя такое получилось. У одного блондинистые кудрявые волосы длинные. У второго неужели тебя к блондинам-то так тянуло? Нет. Почему нет? У меня типаж мужской, да, действительно блондинистый. Да? Да, мне вот темные мужики ну как-то не так нравятся. Плюс к минусу. Да, вот у меня есть какой-то... Это физика жизни. Тяга, тяга. А потом вот я так долго находилась, наверное, в таком состоянии детства. А любимая сказка была, естественно, «Золушка», «Принц». Ну все вот оттуда. Все же наши фантазии сексуальные. Они же из детства сразу. А принца? Как-то я грезила. Принц да такие. Кудри. Есть за горами, за лесами, маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо озера искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар птица, и людям дарит свет. Наташа, я помню, когда ты приехала. Очень многие говорили, вот приехала никому неизвестная девчонка, Игорь Николаев привез, зачем он это сделал? Не думая о том, что ты на Украине к тому моменту уже была, в общем-то, известная девчонка. Да, ну просто об этом никто не знал, просто знала об этом Украина. Выступала на правительственных концертах. Об этом знала только там Украина, в таких культурных слоях. Все знали, что если надо устраивать, что такое помпезное, и то, что касается там детей, цирка. Вот есть такая Наташа Порывай с песнями Володи Быстрякова, там «Мир без чудес», «Куда уехал цирк». Вот это будет очень все красочно, ярко, достойно. Но тогда мне было... Еще был крейсер «Аврора», подожди. Крейсер «Аврора» – это совсем детство. Это любимое произведение. Это любимое произведение. Кто тебе снится, крейсер «Аврора», час, когда утро встает на него? Может, ты снова в тучах мохнатых вспышки орудий видишь вдали? Или, как прежде, в черных бушлатах грозно шагают твои патрули. А это правда, что тебя даже не принимали в эстрадно-цирковое училище из-за того, что ты уже известная девушка в свои 15 лет? Конечно. Они сказали, ну а зачем ей учиться? Она не пришла сюда учиться. Она будет занимать что-то место. У нее уже есть популярность, она известная. Правильно сказали. Она просто реально будет нам тут включать звезду, а нам этого не надо. И мне каждый раз приходилось доказывать, что это не так. Что если я пришла, то я хочу что-то получить, знания какие-то. Мне было интересно. Неужели это было со мной? Я любила всех открытой душой. Мне весь мир казался сказкой цветной. Неужели это было со мной? Была такая фраза, что стриптизерами становятся или по нужде, или по призванию. В твоей ситуации. Это было по нужде или по призванию? Ну, очень многое туда идет молодых. Я думаю, что как раз айдут-то за деньгами. Вот такая история. А я в свое время не за деньгами туда пришел. Так все-таки по призванию? Ну, я уж я не знаю, призванием это назвать или нет, но это тот прекрасный случай, когда я делаю то, что мне нравится, и это мне приносит еще помимо морального и материального удовлетворения. Материальное удовлетворение. Вот и все. Принимается ответ. Подрастает сын. Да. Но сложно будет ему объяснить твою профессию? Да почему сложно? Ну, потому что если кратко объяснять, чем занимается папа. У кого-то папа летчик. Так, отличная профессия. Пацаны гордятся. У кого-то папа милиционер. Ну, в каком-то определенном возрасте гордятся этим. Сейчас уже принято гордиться, когда папа министр, там, или политик, или бизнесмен намного важнее. Тоже неплохо. А у меня папа стриптизер. Папа, скажи, пожалуйста, а что это такое? Вот что ты отвечаешь на такой вопрос? Изначально неправильное понятие того, что я делаю. Потому что слово стриптизер, оно очень, как бы, вхлесткое, возможно. Но я вижу по твоим глазам, что ты не видела, я говорю, что Тарзан Шоу... Ну, пригласи меня. Наступил момент, когда ты должен сказать, Алла, приходи и посмотри. Пригласи Аллу. Ну, уже пригласи. Но проблем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это эротический театр. Это не стриптиз тот, в понимании которого, когда выходит, там, хорошо сложенный некто, и начинает, с чем природа наградила, трясти, как бы, там, перед... Это тоже имеет право на существование. Скажи, пожалуйста. Короче, про сына ты вообще ничего не сказал. Вот ты понимаешь, ответа-то нет, или ты рассказываешь, ты разбираешься с сыном. Я сейчас пытаюсь объяснить, что... Ничего унизительного в этом нет. Абсолютно. Что ты считаешь, что это творчество. И ты вкладываешь в это свою душу, и... Я поняла твой ответ. Потому что стриптиза, как такового, физического, там гораздо меньше, это духовный стриптиз. Для меня эротика, это, как бы, понятие не материально, там, оголить что-то физически. Для меня эротик в эмоциях, в живых эмоциях. Наташа, ты хотела бы морально оголять себя? Я цепляюсь все равно за определенный образ. Песня, она несет за собой образ. То же самое у него. У него, как бы, те номера, которые он выходит, это определенные образы, которые он, ну, как бы, несет. Это не он, ты продумываешь. Это не образы, это мое настроение, вот, в данный конкретный момент. То есть это непредсказуемо? Абсолютно. Ты можешь сегодня прийти вечером, я не знаю, ли ты работаешь сегодня вечером, неважно. Абсолютно правильно. А ты пришел, вроде бы было нормальное настроение, вдруг вот что-то не так, что-то изменилось. И то, что ты готов... И я выхожу, выхожу, абсолютно не преследуя цель вызвать там чье-то слюноотделение. Я выхожу и даю выплеск этой энергии. Рву там, не знаю, что происходит. Но людей, как бы, людей равнодушных не остается. И все-таки, что ты скажешь сыну? Я артист. А, то есть ты скажешь сыну артист? Это такое емкое слово артист, которое вот для меня, оно... Включает в себя все. Включает в себя, да, все. И то, чем ты занимаешься, я уже боюсь говорить стриптиз. Нет, ради бога. Театр. Или как шоу, Тарзаншоу. Тарзаншоу это называется, да. Ну, короче, теперь мне надо внести, видимо. Пожалуйста. Потому что я знаю. Потому что у нас с сыном был когда-то один разговор. У него там случился конфликт с девочкой. Ну, конфликт в каком? Ну, у кого какой папа, кто там круче, но начинает. Я не угадала. Да. И у меня просто вот, мне интересно было, как он отстоял, как бы, точку зрения. Она ему там, вот у меня папа там, директор фирмы там, весь такой крутой все. Он ей говорит, знаешь что, зато у моего папы такая фигура, что твой папа может ему позавидовать. Вы невыносимы. Если не вернетесь, я не буду жалеть. Я вернусь. Одним из самых красивых мужчин своего времени считался голливудский актер Кларк Гейбл. Пленительный взгляд, циничная улыбка из-под усов, самоуверенность, доходящая до наглости. Настоящий секс-символ 30-х и 40-х годов прошлого века, носивший прозвище Король Голливуда. 50-е и 60-е годы принесли новые идеалы и новые образцы мужской красоты. Имя плохого парня, бунтаря-одиночки и гениального актера Марлона Брандо не сходило со страниц скандальной хроники, а его скверный характер казался неотъемлемой частью имиджа красавца. Этот колокол звонит по вас, полковник Уэрта! Зоро! Эта кровь ваших невинных жертв взывает мщению! К свободе, справедливости для всех, без исключения! Зоро вернулся! Позже эстафету красавцев-мужчин перехватила Европа. Француз Ален Делон, снежный король, покорял сердца миллионов женщин холодным взглядом своих синих глаз. Его имя стало нарицательным, а красота вошла в поговорку. Современные рейтинги глянцевых изданий чаще всего возводят на первые строчки Джонни Деппа. Он не раз признавался самым сексуальным мужчиной Америки. Соперничает с ним образцовый семьянин и многодетный отец Брэд Питт. На ступеньку ниже в рейтингах упоминаются имена Антонио Бандераса, Орландо Блума, Эштона Катчера, с которыми мы и познакомились также благодаря Голливуду. Старательно играя свои роли перед камерами, самые красивые мужчины мира продолжают покорять сердца романтически настроенных дам, как это было и во времена наших мам и бабушек. Вы, наверное, все время разъезжаетесь из-за гастролей, ты уезжаешь, ты уезжаешь. Но вот сегодня тот счастливый момент, ты только что прилетел. И завтра утром вы проснетесь дома, вот как нормальные муж и жена. И ты встанешь, и будешь завтрак готовить? Для своих любимых мужчин. Вопрос на засыпку. Для сына и для мужа. Будешь готовить завтрак? Нет, я буду, но просто, понимаешь, так получилось в нашей семье, что это лучше делает Сергей. Поэтому, то есть ты спишь поздно. Кормилица приехала. Кормилица приехала. А что ты готовишь на завтрак? Завтрак в том, то есть понимание утреннего приема пищи, у меня, наверное, вряд ли существует. Потому что я ночной человек. А тебе нужно отоспаться. Завтрак – это тогда, когда я встаю, в принципе. Ну, а то есть это уже в обид. Я хочу с тобой поделиться, не с тобой, я уже поняла, только с тобой. Хочу поделиться одним рецептом. Хорошо. Может быть, ты будешь это иногда делать для своей жены. Потому что задумалась изначально, что ты будешь это делать для мужа и для сына, но получается, что твой муж будет это делать для тебя. Ой, как хорошо, Алла, как хорошо. Вот тут тройлый. Посмотрим на этот рецепт. Здравствуйте, я Влад Пескунов. И сегодня мы готовим ананасово-орехово-вишневые брусочки. Это очень вкусный десерт. Нам понадобятся орехи. Мы взяли фундук, но подойдут любые другие. Сушеные вишни без косточек, сушеные засахаренные ананасы, белый шоколад, разрыхлитель для теста, стручок ванили, два яйца, мука, коричневый сахар, совсем немного соли и сливочное масло. Для начала мы смажем форму для запекания сливочным маслом. У нас уйдет примерно 25 граммов на это. Масло нужно предварительно размягчить. Высыпаем в форму орехи. Вишню. Отложим пока в сторону, потому что нам потребуется измельчить ананас. Порежем его кубиками. Кубики мы бросаем сюда же. Теперь все перемешаем и разровняем. Так, надо, чтобы равномерно перемешались ананасы с орехами и с вишней. Поставим форму в сторону и займемся тестом. Для этого выложим оставшееся масло и перемешиваем его с сахаром. Теперь добавляем яйца. И снова все очень хорошо перемешиваем. Теперь добавляем в муку разрыхлитель. Буквально одну щепотку соли. Перемешиваем. И добавляем вот в эту миску. И теперь очень тщательно вымешиваем. И получаем тесто вот такой консистенции. Теперь нам нужно добавить в него кусочки белого шоколада. И ваниль. Для этого берем стручок ванили. Разрезаем его вдоль. Ускабливаем изнутри мякоть. И добавляем ее в тесто. И продолжаем перемешивать. Теперь добавим шоколад. Порежем на кубики. Не очень мелко. Если сделаем мелко, он просто растает в тесте. И не будет ощущаться. Получилось довольно такое крутое тесто. Тесто с кубиками шоколада внутри. Шоколад лучше перед использованием подержать примерно полчаса в морозильной камере. Он станет твердым и долго будет держать свою форму. Так, размешали. Теперь выкладываем тесто в форму. И резиновой лопаткой разравниваем, вминая в орехи вишню и ананас. Чтобы тесто у нас почти коснулось дна. Все, разровняли. Теперь ставим в духовку, разогретую примерно до 180 градусов, на полчаса, на 40 минут. Наташа, скажи, ну ты сама выбрала Сережу. Ведь ты его выбрала. Ну знаешь, если судить, потому что в моем поколении было не принято выбирать мужчин. Мы ждали, пока нам позвонят, пока на нас обратят внимание. Сейчас это не модно. И слава богу, да. Потому что в наше время уже надо, наверное, точно брать всю свою руку. Иначе проблемы будут. Дело в том, что, во-первых, хороших быстро уведут. Конечно. Какие-то такие важные вещи, естественно, исходили из моих уст. Потому что Серега по своей натуре очень стеснительный и скромный. Несмотря на свою такую профессию, он очень да. Я, моя профессия, инженер-энергетик. Да, инженер-энергетик, да. Ну это давно было. Твоя профессия сейчас артист. Ну вот артист, да. А для артиста быть скромным, это путь в неизвестность. Ну это спорное, как бы, мнение, на мой взгляд. Сейчас настолько стало мало скромных, что скромность стала бриллиантом. Вот для меня лично. Вы вместе сколько лет? Вот уже скоро будет 10. Да. Я слышала, что вы отмечаете день своей свадьбы каждый год в разных местах. Это правда? Ну стараемся, да. А какой это день, кстати говоря? Это 21 августа. Почему вы решили свадьбу праздновать в Санкт-Петербурге? Почему вдруг? Это моя была инициатива. Все это, все, что свадьба, это все. Да. Ну первой свадьбы как бы у тебя не было. У меня не было, поэтому мне очень хотелось. Хотелось всего. Конечно, это всего очень хотелось. Все той же Золушке, да, хотелось? Ну конечно. И Питер, он был вот для меня таким достаточно сказочным местом. Плюс все-таки те красоты, которые... А прогуляться в Петербурге, да? Да, прогуляться по Неве, все-таки вот эта старина, которая веет, вот это все более романтичней, чем... Любой другой город? Такая Москва наша. Она думает, что она в прошлой жизни была фрейлиной. Я думаю, что я в прошлой жизни... А ты что думаешь в прошлой жизни? А он считает, что я была? Нет. Кем ты была? Да. Невозможно. Нет. Я-то просто был каким-то норвегом, бегал... Тихо, дружите, кем ты считаешь, Наташа была в прошлой жизни? Да. И в какой стране? Вот что интересно. Нет, я же верю. Нет, признайся, на то, что Наташа считает, что я была в прошлой жизни какой-то там фрея-фавориткой, императрицей, какие-то... Вот мне кажется, что я когда попадаю в эти все музеи, дворцы питерские... Ты себя очень органично чувствуешь? Я чувствую, что я здесь была, вот этот, вот этот, прямо, вот этот запах. На что мне мой муж сказал? Нет, возможно, вообще. Что ты мне сказал на это? А что я тебе сказал? Ты же забыл? Я не помню. Что? Говорит, я сомневаюсь, что ты была фрейлиной, ну ты была, наверное, там, крепостной, нормальной такой. Кобочащей. Которой заходили там, братья. Такой, ух. Замысел создания загородной царской резиденции, которая не уступала бы Версалю, возник у Петра Первого в 1714 году. А уже через 9 лет состоялось ее торжественное открытие. Темпы возведения Петергофа поразили всю Европу. Неудивительно, что справились так быстро. На строительстве работало 4000 человек. Летом 1723 года вода была пущена, и перед изумленными гостями Петергофа забили сотни струй, заиграли на солнце многочисленные каскады. В разные годы в Петергофе было разное количество фонтанов. Внешний их вид тоже менялся. К примеру, в петровские времена многие из них были деревянными. И уже в 1726 году они пришли в негодность. Канцелярия от строений постановила такие же фигуры отлить из свинца и позолотить. Самое удивительное в фонтанах Петергофа то, как они работают. Здесь не используются водонапорные насосы. Вода идет самотеком за счет разницы в уровне высот. Для снабжения фонтанов Петергофа был специально прорыт канал длиной около 40 километров. Вода скапливается в 18 искусственных водохранилищах. А когда открываются заслонки шлюзов, она по трубам устремляется к фонтанным сооружениям и взлетает вверх. Даже в самые засушливые годы фонтаны Петергофа бьют на радость гостям этого уникального места. Ты многого добилась, Наташа. Добилась своим трудом. Хотя, наверное, изначально толчок все-таки дал Игорь Николаев. Да, безусловно. Не при твоем мужа будет сказано, а без обид. Все давно уже. Все поженились, все нашли свои пары. У нас и не было никогда антоконизма не было. То, что у меня был потенциал достижения той цели, которую я перед собой ставила и видела, просто, может быть, путь был бы гораздо длинней. Благодаря Игорю путь был короткий. А ведь многие ждали момент, когда вы расстались, думали, что все, конец Королевой. Что я соберу чемодан и поеду. И на этом уже закончилась ее карьера. Он же песни писал, для нее он все делал, и теперь ее больше не будет. А нет, существует Наталья Королева. Тяжело пришлось, наверное, в первое время. Да, очень тяжело, потому что вот этот весь, скажем так, всю ту музыкальную часть, которую я совершенно не касалась, мне пришлось в это целиком и полностью внедриться, искать, естественно, авторов, песни, аранжировщиков, и всем этим заниматься. То, чем ты абсолютно не занималась. Не занималась, и вот это был трудный момент. Желтые тюльпаны, вестники, разлуки, цвета запоздалой, утренние звезды, утренние звезды. Желтые тюльпаны, помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы, строгие цветы. Игорь Юрьевич хотел по-прежнему держать тебя вот в этих девчушках. С желтыми тюльпанами, с первым поцелуем, ну вот с чем угодно, но только вот маленькой девочкой наивной. Наступил момент, когда не хотелось уже больше быть вот этой маленькой девочкой. Не хотелось. И хотелось относиться к себе более серьезно и петь более серьезную музыку, да? Вот эта сексуальная энергетика, которая появляется, кстати, с годами, и она все больше и больше, она получилась за дисбаланс. Она с желтыми тюльпанами не... Она с маленькой страной уже начинала как-то так... Не работать, да. Не работать. И, конечно, нужны были другие песни, другой репертуар, а он не хотел этого видеть. Вот он хотел меня заморозить вот в виде... Конечно, я могла бы играть роль девочки-припевочки, сюси-пуси, распапуси, но зачем же идти против своей природы? Природа-то требовала раскрытия уже каких-то женских качеств. Прощайте, детские мечты, не надо плакать. На вас, как птица с высоты, глядит душа. Прощайте, детские мечты, от вас на память. Останется моя любовь. Останется моя любовь. Останется моя любовь. Ваша Наташа. Кто-то хочет видеть тебя еще там девочкой, а ты уже понимаешь, что ты не можешь в это играть, потому что это уже неправда. В семейных отношениях нельзя играть. Вот надо жить так, как оно есть. Вот какой ты есть, своими со всеми плюсами, минусами. Наташ, ты поэтому Сергею разрешаешь полигамность? Ну, так в прессе об этом пишут. Что ты, как мудрая женщина, типа повидавшая на своем веку, считаешь, что это не самая страшная измена мужчины? Дело не в том, что я разрешаю. Вот я прямо прихожу и говорю, Сережа, я тебе разрешаю. Иди гуляй. Такого нет. Но потенциально я не... Ты не разведешься с ним из-за того, что ты узнаешь, что у него была другая женщина. Ну, во-первых, он, как мудрый мужчина, никогда мне об этом не будет приходить и не... Ну, не начинай. Ты не... Понятно, что он не придет и скажет, я хочу с тобой поделиться. Ты знаешь на так. Ну, Аллочка, а если ты другу знаешь... Ни, которые хотят тебе позвонить и рассказать о том, что мы видели вашего мужа с тем-то, с тем-то, уж на первых порах нашей совместной жизни было предостаточно, поверь мне. Твоя реакция? Ты плакала? Ну, поначалу мне было, может, даже обидно, что, наверное, что такое происходит. Но ведь отношения строятся на доверии, и вот мое доверие к Сергею, оно было гораздо больше, выше, чем вот эти все сплетни, звонки от доброжелательниц. Ветер, свежий ветер, мы одни на целом свете. Твои губы, твои плечи и наши тени горят, как свечи. Вместе улетаем навсегда, этот миг не повторится никогда. Я никогда не забуду, такое в жизни было раз, и ночи, день и свет, и день. А ты можешь, вот если тебе позвонили там, Наташа, здравствуйте, меня зовут Лена. Я хочу вам сказать, что у меня отношения с вашим мужем последние три с половиной месяца. Он меня любит, он просто не решается вам об этом сказать. Твоя реакция? Главное, не послать сразу, а все-таки информацию дослушать, переварить, сделать свои выводы, успокоить вот это свое, то, что начинает в тебе там происходить. То есть, в принципе, положить трубку для начала. Положить трубку, и тогда подышать, и тогда, ну как бы, надо разложить ситуацию. Когда-то одна умная женщина, еще совсем девчонкой была, и она мне сказала такую вещь. Когда тебе говорят о том, что твой муж тебе изменяет, есть два пути. Если ты готова с ним расстаться, признавай это, и там, устраивай ему скандал и прощайся. Если ты не готова с ним расстаться, отрицай все, что тебе говорят. Вы врете, это неправда, потому что в минуту, когда ты признаешь измену мужа, надо принимать какие-то действия, иначе это унизительно. Ты согласна с этим? И да, и нет, потому что, во-первых, такой очень трудный момент психологический. Как бы, с одной стороны, ты же любишь человека, и вдруг у тебя вот такое сообщение. Но ты же сильная девочка. Ты можешь свои силы, естественно, задушить свои эмоции, и понимаешь, что ты... И сохранить семью. И сохранить семью. Ну, а как тебе будет сжиться в этой семье? Это же уже второй момент. Сможешь ли ты... И сможешь ли ты вот это задушить, это проще. Когда твой муж уходит в частности на вечернюю работу, мягко говоря, в общем-то на ночную, можно же сойти с ума, если не веришь. Я очень четко разделяю. Во-первых, если не веришь, конечно, можно сойти с ума. Во-вторых, я очень четко разделяю. Что? Ну, даже если себе представить, что вдруг случится какая-то ситуация, а мой муж настоящий мужчина, он может просто не выдержать. То? Но физически это все-таки, ну, как бы, зная мужчин, это все-таки неизмерно. Не так страшно, да? Это не так страшно. Страшнее, когда, естественно, душой и сердцем. Предают. Вот это да. Вот это уже страшная история. А что значит придавать душой и сердцем, Сереж? Как ты думаешь? Не знаю, не пробовал. Наверное, нужно действительно доверять друг другу по-настоящему, чтобы жить, просыпаться утром и верить, и верить, и верить. Может быть, на этом и строится ваша семья, на вот этой вере сумасшедшей друг к другу. А разве есть что-то другое? А любовь? Нет, любовь. Дело в том, что что такое любовь? Что такое любовь, Сереж? Мне очень понравилось, не так давно я услышал где-то такую цитатку, которую мне очень... Любовь это то, что остается после того, как... Проходит страсть. ...влюбленность. По лабиринту иду, сверкают след фонари и отражаются в зеркале лица. Там горький запах разлуки, тени рвущиеся рут, туда иду, я не могу остановиться. Остановись хоть на миг, на перекрестке дорог, не потеряйся среди снов и видений. Найдет тебя среди них моя любовь на двоих, и мы с тобой в эту сказку поверим. Рай там, где ты, что еще мне искать? Пусть нас в раю только двое. Рай там, где ты, как его называть? Я называю любовью. Я считаю, что если мужчина с женщиной не дружат, если ты не чувствуешь, что рядом с тобой находится друг, которому ты можешь рассказать все, а боишься поделиться чем-то, чтобы он не в трудную минуту не сделал ножом тебе так и не вспомнил то, чем ты, знаешь, в слабую минуту поделилась с ним. Вот так вот дружба, если не приходит на смену. Если не приходит, ты знаешь, вот я еще что думаю, любить это любить, надо еще нравиться друг другу. Мне кажется, это тоже отдельная история, когда мужчина нравится женщине, а женщина нравится мужчине. Что, согласен? Секс это называется. Нравится ты называешь сексом? Это в атмосфере, то есть если в атмосфере, то есть его должно тянуть к ней, ее к нему. Но бывает, что его тянет к ней, а ее к нему, а они не нравятся друг другу. Я не понимаю, как. Что-то у нас такая горячая тема, что я совершенно забыла о том блюде, которое готовится на нашей кухне. А, кстати, да. Сереж, тебе нужно посмотреть. Наташа-то у нас не готовит. После того, как мы достали наш десерт из духовки, мы дали его остыть, затем разрезали на порционные кусочки. Хорошо еще украсить свежими ягодами. Для приготовления ананасово-орехово-вишневых брусочков форму, смазанную сливочным маслом, высыпать нарезанные сухофрукты и орехи. Для теста перемешать масло с сахаром, положить туда яйца и муку с разрыхлителем. Посолить, добавить кубики шоколада и ваниль. Тщательно перемешать. Готовое тесто вдавить в смесь сухофруктов. Поставить в духовку на полчаса при 180 градусах. Этот десерт великолепно подходит к чаю. Приятного аппетита! Смочного! Насколько я знаю, недавно ты открыла салон. Да. Ну это не моя мечта была совершенно. А чья это мечта? Сережина? И не Сережина. У Сережи длинные волосы, нужно уход специально. Я бываю там очень редко. Да, он бывает очень редко. Кстати, как и я, но я была по долгу службы, а чтобы обслуживаться, я это делаю очень редко. Дело в том, что, ну, хотелось что-то сделать такое, чтобы особо не отвлекало от основного рода деятельности. Вот мы сели, посоветовались на семейном совете. Что же делать? Только выходил салон красоты. То, что вообще я в этом никак. Ну, Сергей-то уже совершенно далек. Хотя на заре туманной юности в Москве он как-то... Я дал тебе пару советов в деле. Он знал, что он работал администратором салона Сергея Зверева, который тут еще был находиться. Ну, послушай, значит, у тебя просто большие знания по сравнению с тобой. Он знал все тонкости, тонкости, подводные камни, которые возникают. Это намного дороже, чем все остальное. Да, он посоветовал реально очень правильные вещи. Ну, вроде бы решили, будем делать. И вот я, как всегда, в омут с головой во все... Но ты же не отпускаешь от себя ничего. Ты же должна до последнего венчика все проверить. Я же знаю тебя. А самое главное, что вот у меня есть момент создания. Вот когда я создаю, я горю. Я доработалась в этом деле до того, что вот сейчас открываю второй. Ну, вот Сергей, он, например, мечтает о караоке, собственно. Потому что он любит караоке, любит петь. Но он не бизнесмен по своей сути. Не хочешь ли ты сказать, что ты создал для него клуб караоке, Я подозреваю, что придет время, я, видимо, создам этот клуб караоке близко к дому. Чтобы далеко не ездить. Рядом с салоном, чтобы там причесаться. История парикмахерского искусства насчитывает тысячелетия. Как ни странно, прическа появилась в первобытном обществе намного раньше, чем одежда. Уже тогда человек вынужден был выполнять простейшие парикмахерские процедуры. Подрезал волосы кремниевым ножом. Обжигал их над пламенем. Мужчины связывали волосы в пучки кожаным ремешком. Женщины плели козы. Скручивали их в жгуты. В древнем Египте большой популярностью пользовались парики. Их делали из папируса, ткани, шерсти животных. Окрашивали в разные цвета. Египтяне уже делали завивку волос и париков при помощи холодной укладки. Пряди наматывали на деревянные коклюшки и обмазывали грязью. Потом грязь высыхала и отваливалась. Но только у древних греков. Многочисленные правила и методы выполнения причесок, стрижек и бритья приобрели истинный смысл парикмахерского искусства. В Греции причесывание, завивка, надевание парика являлись своеобразным ритуалом, который длился иногда по несколько часов. Эти процедуры выполнялись специально обученными рабынями, которых называли коломистрами. От природы греки имели прямые густые черные волосы. А в произведениях литературы часто описывали златокудрых красавиц. И женщины изменяли природный цвет волос, прибегая к помощи щелочных составов. Осветляли волосы толченым рисом и мукой. А могу я тебя попросить об одолжении? У нас есть рубрика в программе традиционная «Новое лицо», в которой мы представляем талантливых детей. Представь, пожалуйста, эту рубрику. Я хочу представить рубрику, очень важную, мне кажется. Потому что готовить, что-то придумывать, рассказывать о жизни – это все хорошо. Но когда касается что-то наших детей, для нас мы бросаем все в этой жизни. И устремляемся непосредственно к своим любимым детям. И стараемся дать не только своим, но и другим детям любовь, хорошее настроение. И добрые советы, и вот ту хорошую энергетику, которую должны наши дети получать. Как и все, кто серьезно занимается музыкой, Настя Чернова начинала свое знакомство с инструментом довольно рано. Я начала заниматься музыкой в пять лет, а композицией в шесть. Сначала музыкой я только вот топала, хлопала, изучала ноты. А потом уже на следующий год самые простые произведения разбирали. Первое свое произведение на литургии Настя сочинила в шесть лет. Нот она тогда еще не знала, поэтому записывала музыку мама. Она же учила девочку слушать классику. Любимые композиторы девятилетней Насти – Петр Ильич Чайковский, Иоганн Себастьян Бах и Фредерик Шопен. Произведение у них в церкви Полька Чайковского. И «Прелюдио под 28 номер 4 ми минор» у Шопена. Настя Чернова много участвовала в состязаниях молодых исполнителей. А сейчас готовится к своему первому конкурсу у композиторов. Она сочиняет два произведения – «Осень» и «Вальс осенних листьев». Я больше люблю заниматься чем выступать, потому что тогда не надо нервничать, волноваться. Когда выхожу на конкурс, я больше думаю о произведении. Вспоминаю то, что говорил о нем педагог. Говорят, если человек талантлив, то он талантлив во всем. Настя не только хорошо играет на фортепиано, сочиняет музыку, но и с удовольствием рисует. Мне бы хотелось еще написать купюру такое, Рождество, и нарисовать к ней декорации. Я думаю, что, может быть, немножко приоткрыли, так, чуть-чуть штору в ваш мир внутренний, этой семьи. А, мы-то чуть-чуть приоткрыли. Поверь мне, что после этой программы ее так приоткроют остальные, додумывая, домысливая, дописывая. Это самое лучшее, что может случиться, когда выходишь из фильма, например, посмотрел какой-то фильм, а потом думаешь. Как бы это могло быть? Или когда ты закончил читать книгу и находишься под впечатлением. Или когда ты закончил смотреть программу, а те, кто все-таки до конца ее, я надеюсь, досмотрят, будут думать, вот черт, еще чуть-чуть не хватило, минут бы 10 и разобраться до конца во всем. Да. Послушайте, в связи с тем, что вы все-таки отмечаете каждый год день своей свадьбы в разных местах, я хочу вам предложить поехать в этом году на какие-то острова экзотические, романтические, где, знаешь, я всегда смотрю на картинки, или если показывают, среди воды, прям на сваях какие-то хижины, такие домики, и никого нет. Когда нам надо, мы всегда уединимся. Но дело в том, что мы очень люди такие общительные. Мы любим компании, мы любим вот такие посиделки, поговорить. Можно это делать на острове и потом уединиться. Но езжайте на карнавал. Вот нам подходит больше Бразилия, карнавалы. Хорошо, езжайте туда. Нам надо выплеск. Вы мало на сцене выплеска. Тем не менее, нам он нужен, когда мы не можем пассивно отдыхать. Ты нарисовала эту картинку, она очень красивая, но для нас это на 2 часа. Поэтому мы начнем искать экшен, переворачивать. Может, секрет в ваших семейных отношениях в том, что вы на единении остаетесь особо, а? Между прочим, такая тема тоже есть. Может быть. Мужи расстаются, успевает. Бабушка моя покойная, пусть земля ей будет пухом. Всегда говорила, люди друг другу надоедают. Любовь исчезает. Нужно расставаться для того, чтобы успеть соскучиться. Так и есть на самом деле. Ну, тогда давайте будем философски смотреть на то, что вы часто расстаетесь. Это дает вам возможность соскучиться. Отправляю вас в Рио на карнавал. Пожалуйста, подготовьтесь к этому. Танцы, наряды. Это же нужно в образ войти. Вы же креативные. О, мы-то входим в образ. Как вам понравилась эта парочка, дорогие телезрители? Сергей Глушко и Наталья Королева. Замечательные гости у меня сегодня были. Я с вами прощаюсь до следующей недели. И добро пожаловать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова